Салют! У нас тут необычная ситуация, потому что еще в июле текущего года на специальном мероприятии в Китае показали Honor 9X, который стал продолжением супер успешного Honor 8X. Для примера, компания реализовала более 15 миллионов телефонов и, понятное дело, хочется посмотреть на обновление, потому что многие из вас его хотят купить. Он появляется в нашем регионе, а я подскажу, надо ли это делать. Итак, обнова, но не без прикола, потому что для России представили сразу две версии Honor 9X. Старшая получила три камеры, младшая две. У старшей нет NFC, это странно, у младшей он есть, и также у старшей версии больше памяти. В остальном телефоны одинаковые. Начнем по классике с комплектации. Вот в такой минималистичной коробке, помимо смартфона, покупатели будут ждать силиконовый чехол, адаптер питания на 10 ватт и кабель с USB Type-A на USB Type-C. Смартфон будет продаваться в двух цветах, это черный и синий. На мой взгляд, черный скучноватый, синий выглядит вот таким образом. Здесь новый узор, выполненный в виде буквы X с пиксельным градиентом, все это под стеклом. Стекло заключено в алюминиевое шасси, ну и в целом смартфон и собран неплохо, и выглядит зачетно, но такой рисунок я еще ни у кого не видел, смотрится действительно прикольно. С фронтальной части у нас огромный full view дисплей, 6,59 дюймов, full HD плюс разрешение, 391 точка на дюйм, плотность пикселей без вырезов, хочу заметить, также есть сертификат TÜV Reynald, о котором я не раз говорил, он намекает на защиту от пагубного влияния синего цвета. Также яркость 480 нит у него максимальная. Матрица IPS, рамки довольно тонкие, хотя снизу массивный подбородок уж никак от этого не могут избавиться почему-то, но тем не менее смотрится круто за счет своей безрамочности. А почему нет никаких вырезов? Впервые в смартфонах Honor применена выезжающая камера и она, кстати, довольно тихая. Плюс Honor заявляют то, что хватит ее на 100 тысяч циклов открытия-закрытия, чего в принципе должно хватить на пять лет обычного использования. Плюсом компания утверждает, что вот этот механизм настолько крепкий, что выдержит груз весом 15 килограмм, то есть если прям подвесить. У меня вообще есть идея проверить несколько телефонов, потому что Honor не первые сделали такое заявление. 15 килограмм это довольно серьезно. Следующее. Впервые здесь есть защита от брызг и пыли, потому что резиновая прослойка специальная присутствует. На моей памяти это первый телефон, который с выдвижной камерой защищен от брызг и пыли. Это неплохо. Ну и наконец, с помощью датчиков телефон автоматически определит, падает ли он у вас, например, из рук случайно выпал, то камера во время падения автоматом закроется. Я вот так делаю, все, камера закрылась. Это удобно, наверное. Дальше, если мы посмотрим на заднюю часть смартфона, здесь помимо подиума для трех камер и надписи Honor есть также сканер отпечатков пальцев. Почему он не под стеклом? А потому что здесь IPS-матрица и под IPS-матрицу поставить сейчас нельзя сканер отпечатков пальцев. Тем не менее, для многих вот это решение привычное, даже удобное. Плюсом работает просто сумасшедше быстро, потому что ну какой год на дворе сканер на задней части, естественно, он летает. Ну и раз уж мы заговорили об элементах управления, с левой стороны у нас нет ничего. С правой стороны кнопка питания, качелька громкости, сверху лоток для сим-карт, также выезжающая камера, дополнительный микрофон, снизу динамик, есть джек 3.5, а также Type-C. И вот здесь спасибо Honor, потому что в Honor 8X был такой существенный недостаток в виде микро-USB. Его, наконец-то, поменяли на Type-C. Что по камерам? Если мы говорим про старшую модель, сзади у нас 3 камеры, основной модуль на 48 мегапикселей, диафрагма 1.8, дальше ширик на 8 мегапикселей, 120 градусов, угол захвата, плюс софтом можно исправлять искажения. И, наконец, третья камера на 2 мегапикселя для определения глубины резкости. Короче, для портретных снимков она. Что из примочек здесь есть? Можно делать снимки в разрешении 48 мегапикселей, есть Super Night Mode, есть специальный портретный режим с различными эффектами, есть замедленная съемка, 480 кадров в секунду при разрешении 720p, а также электронная стабилизация, которая обрабатывается при помощи искусственного интеллекта. У стандартной версии Honor 9X все то же самое, только нет широкоугольной камеры. Что касается фронталки, она на 16 мегапикселей и тест, как всегда, при вас. Хлоп, раз фоточка, три фоточки. Ну, вроде камера фронтальная здесь, норме, норме. Следующий интересный момент, если Honor 9X, который поступил в продажу в Китае, стал первым смартфоном на однокристальной системе Kirin 810, на которую хотелось бы посмотреть, то в российской версии это 710. Kirin, о котором я несколько раз рассказывал, он обкатанный, проверенный, хороший чип, но тем не менее 810 все равно хочется посмотреть, я надеюсь, что на каком-нибудь другом устройстве я смогу его потрогать и вам рассказать. Оперативной памяти может быть 4 либо 6 гигабайт стандарта LPDDR4X, а если мы говорим про встроенную память, то это всегда 128 гигабайт, плюсом можно поставить карточку microSD, слот под нее здесь имеется. Что по производительности здесь? Kirin 710 можно сравнить, ну, наверное, со Snapdragon 660, он тянет на средних настройках все последние релизы, включая Call of Duty Mobile, в целом чип, понятное дело, не флагманский, он средний, но сам телефон работает, я бы сказал, что прям вот быстро. Также здесь присутствует специальная технология GPU Turbo последнего поколения, которая нацелена на оптимизацию графики и на энергопотребление нормальное. Дальше батареечка на 4000 мАч, при этом здесь нет быстрой зарядки, в комплекте адаптер на 10 Вт и смысла покупать более быстрый адаптер нет никакого, потому что Honor заявляют о 22 часах проигрывания видео на этом смартфоне, либо 10 часах непрерывного гейминга. Это, конечно, немного не так, но телефон действительно очень неплохо держит, поэтому и быстрая зарядка вроде бы как здесь не нужна. На ночь поставил, он зарядился, и потом тебе его хватает на день или даже на полтора. Естественно, новинка получила Bluetooth 5-й версии, также Wi-Fi 5 и NFC, есть либо нет, в зависимости от цены. Кстати, если вы надумаете брать Honor 9X из Китая, например, вам нужен новый процессор, то учитывайте, что там модуля NFC тоже нет, поэтому и особого смысла, наверное, брать его оттуда не стоит. Плюсом, телефон оснащен интеллектуальной системой улучшения приема сотового и Wi-Fi сигналов, из-за софта в том числе, но в основном из-за особого расположения антенн на нем. А теперь о главном, о ценах. Если нам нужна тройная камера, если нужна память побольше и если не нужен NFC, то придется заплатить 19 тысяч рублей, столько стоит старшая модель. Если нам NFC нужен, но при этом не нужна третья камера широкоугольная, то берем версию попроще за 17 тысяч. Выводы какие сделаем? Я думаю, вы заменять сможете осуществить, потому что ролик такой ознакомительный, смартфон шустрый получился, камера неплохая, выглядит тоже неплохо, особенно вот этот узор в виде буквы X мне сильно нравится. Посмотрим, как смартфон приживется в России, потому что в Китае он уже прижился, там за месяц продали около 3 миллионов штук, а вы напишите, какая версия вам больше нравится, минимальная, максимальная, ну и в целом взяли бы вы себе такой смартфон. Не забываем подписываться на канал, поставить лайк этому видео, ну было бы неплохо, а еще лучше было бы, чтобы вы на колокольчик нажали, потому что многие этого до сих пор не сделали, непонятно почему. Вот, и, ну, пошел я дальше. Субтитры сделал DimaTorzok